всем привет с вами дмитрий русул и в этом видео хотел поговорить о такой важной теме но про которую многие скажем так забывают о грамотном нейминге дорожек сразу скажу это ну так она на самом деле достаточно важная вещь особенно с точки зрения временных перспектив потому что неоднократно мои клиенты мои ученики сталкивались с тем что пытается восстановить старые проекты но там даже непонятно вообще что откуда какая дорожка потому что сразу скажу что уже через полтора месяца или там даже через месяц после записи на студию просто уже забудете что где было даже если вы отвечали за запись даже если вы знаете какая там аранжировка все равно все забывается то есть ян при открою какие-то проекты там двухмесячной давности если бы я бы грамотно не скажу так уже для себя опытным путем не вывел процесс того как я называю дорожки я просто запутался я ничего не понял и даже исходники те же самые было бы гораздо сложнее доставать поэтому смотрите я вам сейчас прям покажу на наглядном примере это один из треков моего клиента где реальные проблемы с названием дорожек в исходном виде не то есть не проблемы но есть некоторые путаницы если бы все оставлять так как это было то это было бы очень неудобно сводить непонятно что как что к чему и также здесь есть некоторые небольшие ошибки ну давайте обо всем по порядку смотрите если смотреть на сами регионы то здесь я сохранил оригинальное название сразу скажу барабаны писались отдельно описались скажем так под моим руководством вот поэтому здесь с названиями в принципе изначально было все правильно то есть здесь написано где расположен был микрофон что эта бочка с нейра сверху снизу далее написанным то мы тоже по порядку тут урок ты рековый том 1 и река в этом 2 floor tom райт крэша отдельно снимались то есть крэш со стороны райда крэша страны хай хай да то есть тоже очень важное название после некоторые пишут просто крэш левый крэш правый а с какой стороны лево с какой правой непонятно то есть слева со стороны барабанщик или левой со стороны зрителя то есть непонятно то что касается оверхедов то есть кто-то пишет оверхед левый оверхед правый но как правило большинство конечно старается писать с точки зрения зрителя то есть к если ты смотришь на барабан установку но есть и отдельные звук режиссер которые предпочитают писать с точки зрения барабанщика и это очень неудобно поэтому проще писать по элементам то То есть, например, оверхед райд, мы понимаем, что это оверхед, который слева, потому что райд, если мы смотрим на барабанную установку, он слева, а хай-хед справа. Но опять же, если вы вдруг захотите сводить наоборот от лица барабанщика, вы опять же будете ориентироваться по райду и по хай-хету, который просто поменяет свое положение, но вы не будете путаться, что лево, что право. То есть это, особенно спустя какое-то время, спустя месяца, это очень-очень муторно. Если вам нужно будет быстро кому-то вывести исходники, обязательно потратьте время и грамотно проименуйте сами дорожки. То есть не обязательно переименовывать регионы, вы можете оставить оригинальное название, как я, собственно, делаю, потому что бывает, что клиент говорит, что вот там в такой-то дорожке я нашел ошибку, в таком-то я тебе сейчас перешлю. Или, например, какой-то вопрос мне будет задавать, а ты не помнишь там в таком-то такте, что на такой-то дорожке. Если бы я переименовал бы полностью название, я бы уже не понял, о чем он говорит. Вот, поэтому у меня всегда слева я называю дорожки по-своему, как мне удобно, то есть само название треков, а в регионах названий я оставляю оригинальное название. Так вот, ну здесь, к примеру, все по барабанам понятно, по басу, в принципе, тоже понятно. Bass Drive имеется в виду Bass DI, то есть записанный в линию, и бас просто здесь оказался бас-ампом. Опять же, я это узнал на слух, то есть послушав исходник, я понял, что это бас записанный с микрофона чужосидитель. В названии об этом ничего не говорится. Это, честно скажу, не очень хорошо. Далее у нас идут Distortion гитары, которые на самом деле записаны с двух микрофонов. Две гитары, одна слева, другая справа. Ну, стандартный расклад. Но вот по этому названию вы никогда не поймете, что это вот эти две гитары, это одна и та же гитара записана с двух микрофонов. Здесь написано Left и Right, то есть, казалось бы, это одна партия, это другая. И только взглянув на волну, я понимаю, что это одна и та же запись, потому что, ну, на гитаре и вообще человек живой не может сыграть прям идеально два разных дубля, чтобы они прям вот по каждому пику, по каждому острию совпадали друг с другом. То есть видно, что это один и тот же дубль, записанный с разных микрофонов. Поэтому я просто назвал гитара левая, микрофон один, гитара левая, микрофон два. То есть я уже не запутаюсь. То же самое касается вот этой гитары. Здесь тоже Left и Right написано, хотя, по сути, это одна и та же гитара, которая просто микрофон один, микрофон два. Также, если вы работаете, например, на студии, то есть вы имеете дело не только с уже готовыми какими-то мультитреками, а сами делаете эти самые мультитреки, я вас прошу настоятельно указывать название микрофона или хотя бы тип микрофона, например, динамический или конденсаторный. Например, с точки зрения записи гитар, это бывает тоже очень полезно сразу понимать, что вот эта дорожка с записью, например, с динамического микрофона, эта дорожка с записью с конденсатором или с двух динамических. Это очень важно. Либо писать какое-то сопроводительное письмо, обязательно прикладывать, где помечено, что вот этот трек был записан так-то, так-то. Это очень сильно облегчает дальнейшую работу звуко-режиссеру и исключает какие-то ошибки на стадии постпродакшена, которые неоднократно бывают как раз-таки из-за неправильного нейминга. То есть бывает, что неправильно дубли нумеруют, бывает, что неправильно микрофоны маркируют. То есть очень много частных случаев, и я вам настоятельно рекомендую не пренебрегать такими, казалось бы, не относящимися ко звуку моментами, такими, я бы даже сказал, бюрократическими моментами, но они имеют реально очень важную подоплеку в дальнейшем. То же самое касается и гитар. То есть здесь все гитары были записаны с двух микрофонов, как я уже позже выяснил, но, опять же, по названию дорожек этого понять было абсолютно нереально. То есть по исходному названию дорожек. Поэтому мне вот пришлось вручную это все переименовывать, слушая исходники. То же самое касается клавиш. Вот здесь прикладывается вообще пример. Здесь вот эти названия вам, самих дорожек, ничего не скажут про партию. То есть вот стереоклав какой-то, стереоклав, клав, клав, имеется в виду, что это какие-то типа стереоклавиши. То есть имелось в виду, то есть что это клавишный инструмент. Просто в стерео. Стереоклавиши, стереоклавиши. Какие клавиши, непонятно. Здесь тоже клавиши, клавиши, клавиши. Хотя, по сути, это оркестровая партия. Вот. Вот только здесь единственно стереоперкашен добавили описание. То есть, по сути, вот с такими, вот если работать названиями, как здесь, то, ну, даже непонятно, что сводить, как, что, с чем. Я же, послушав уже материал, то есть послушав исходники, я понял, что, ага, это дорожка с пэдом. Написал пэд. Это у меня, ну, некоторые названия, конечно же, я чисто свои какие-то по своему какому-то восприятию, то есть я послушал звук, он у меня ассоциируется с каким-то синтезатором определенным. Я его так назвал. Дальше я понимаю, что это тоже синтезатор, и это явно такой лид-инструмент, то есть такой некой соло на синтезаторе. Я его так же назвал. Это второй пэд, некоторые, который появляется чуть позже. Это басовый пэд, то есть такой же пэд, только с выраженным влиянием басовых частот. То есть опять же, уже по названию я понимаю, что если я свел бас-гитару с барабанами, то возможно мне в дальнейшем захочется подмешать этот пэд, чтобы уже сразу басовую составляющую моего микса выстроить уже идеально. То есть опять же, глядя по названию, я сразу вижу, ага, мне нужно сейчас вот этот уже элемент ввести в аранжировку, хотя остальные могу проводить уже в самом конце, когда уже вокал сделан, гитара и так далее. То есть тоже это очень важно. Вот эти названия, они также влияют и на то, как вы будете работать с этими элементами. То есть очень важно. То же касается вокалов. Бывает, что, ну здесь, например, вокал всего лишь на одной дорожке, здесь все понятно, но бывает, что вокалы записаны какими-то тоже непонятными иероглифами, которые обозначают как-то там куплет-припев, все это в каком-то хаотичном положении. Я всегда тоже советую это все разделять по дорожкам, например, куплет отделять от припева, припев от бриджа, какие-то бэки отделять, потому что порой бывает, что это все на одну дорожку прям баунсит и отправляют миксинг инженеру. Ну то есть частных случаев очень много, и если их, скажем так, с ними не бороться, то это потом все приходит к жутким путаницам, ну и все в результате к ухудшению конечного результата и, конечно же, рабочего процесса. Поэтому обязательно именуйте каналы и вообще в идеале, когда вы закончите работу над миксом, вообще вывести все исходники, потому что бывает такое, что что-то записывалось на одной студии, что-то записывалось на другой студии, какие-то дорожки делал, например, какой-нибудь участник группы, присылал вам отдельно, то есть все это в разное время, и если вдруг что-то потеряется, вы уже концов не найдете. То есть проще, когда вы уже сделали сведение, просто сделать экспорт всех дорожек. О том, как делать экспорт, я тоже говорил в отдельном видео в базе знаний, посмотрите обязательно. Просто делайте исходники, в которых уже будут вбиты ваши названия, то есть уже будут не названия того, как вам это прислали, а названия уже те, которые вы используете. И если со временем вы выработаете эту методику, методику названий треков, то вы уже и через год, и через два, открыв мультитрек, вы сразу будете понимать, что, куда, к чему, как это записывалось, зачем и так далее. То есть обязательно, если вы действительно планируете свою карьеру миксинг-инженера или просто работать со сведением, то без вот этих полезных привычек просто никуда. То есть от этого очень многое зависит в плане качества вашей работы. Ну, думаю, с этим все понятно. Уже здесь, в принципе, больше добавить нечего. Просто постарайтесь завести эту привычку грамотно именовать файлы. Ни в коем случае никому не отправляйте исходники с названиями трек 1, 0.2, трек 3, нижнее подчеркивание 0.7. Это вообще просто нонсенс, моветон, и это вообще делать ни в коем случае нельзя. То есть хотя бы какие-то базовые названия должны обязательно присутствовать. Но в идеале, конечно же, чтобы еще и сохранялся порядок. То есть сверху вниз, чтобы вертикаль, чтобы не было такого, что вы присылаете исходники, где вверху у вас там бочка, тут же идет вокал, и где-то в самом низу там только рабочий барабан. То есть если по алфавиту все выстраивать, то лучше какую-то нумерацию все-таки в название закладывать, если вы извлекаете исходники. Ну, в этом видео на этом все. С вами был Дмитрий Русул. Увидимся с вами в следующих видео. Всем пока.